Всем доброго времени суток! На днях получил посылку, в которой находилась вот эта огнива. Чем же оно примечательно? На первый взгляд может показаться, что это то самое огниво, которое я уже показывал и разжигал костёр фирмы Универсальной Технологии Выживания. Но первые впечатления обманчивы, и это совсем другое огниво. Если взять старшего брата, то можно увидеть схожий дизайн. То есть выдержана определённая цветовая палитра на блистерах этих, салатовый, оранжевый цвет. Если перевернуть, то с другой стороны мы увидим, как пользоваться, картинки. Всё очень похоже. Но это огниво сделано в США, а это в Китае. О чём свидетельствуют вот эти иероглифы, которые находятся в описании огнива. Опять же, китайцы очень любят включать во все свои вещи, которые они делают, компас. Ну, здесь компас, по крайней мере, оправдан. И опять же, он не жидкостный, что радует. Потому что жидкостные компасы их многие вообще показывают противоположные направления. Также у огниво есть свисток на верёвочке, который они слямзили с серии Bear Grylls. Ну, сделали его в чёрном цвете. Оранжевый цвет отсюда не исключили. Сейчас я открою это огниво и посмотрим, чем же оно отличается от оригинала. Я разобрал оба огнива. С левой стороны у нас лежит копия, с правой стороны оригинал. Я специально заказывал огниво в одной цветовой палитре с оригиналом. Но, как можно видеть, всё-таки цвет немножко отличается. Я не знаю, на камеру это не особо видно, но вот этот цвет у оригинала, он более тёмный, этот более такой яркий. Вот эта резина у оригинала, она практически не растягивается. Если взять китайскую копию, тянется она дай боже, как говорится. Дальше, что я хочу сказать. По поводу пружины. В оригинале вот эта пружина, она хорошо очень закалена и она действительно пружинит. Здесь пружина плохо закалена. Я вот её растянул, поскольку она первоначально выезжала из огнива. Вот, наверное, вот настолько. То есть, до сих пор выезжала наполовину, ну, может, чуть дальше, чем наполовину, но не более того. Вот, я её растянул и, надеюсь, это поможет. Что касается конструкции в целом. Давайте сейчас я положу их максимально близко друг к другу и мы посмотрим, как это всё выглядит. В общем, китайцы постарались на славу и скопировали всё досконально. Может быть, за мелкими исключениями. То есть, если вот присмотреться вот сюда, треугольничек здесь и вот здесь, то есть отличие у копии, он чуть больше, чем у оригинала. Но это очень такие минимальные отличия. Вот эти вот ребра жёсткости. У оригинала они пониже, у копии чуть выше. Но в целом, в целом, на 99% вся конструкция слизана один в один. То есть, китайцы, видимо, всё-таки расщедрились и купили себе оригинал, чтобы скопировать его полностью. Ну что ж, похвально, но насколько качество вот этого пластика, который на копии идёт, отличается от оригинала, это покажет только время. Время использования огнива. Поскольку, как я уже рассказывал, на старшем брате копия приказала долго жить, где-то, наверное, через полгода использования. То есть, там отвалилось кресало. Ну, я говорю вот об этом огниве. Вот. Что будет здесь, пока неизвестно. Время покажет. Ну, надо, наверное, собрать его теперь обратно и посмотреть, как всё будет функционировать уже при растянутой пружине на копии. Давайте соберём. Начнём мы с оригинала. Собирается всё достаточно просто, в обратном порядке. пружина вот в стопор такой вставляется. А, кресало убежало. Ну, ничего страшного. Сейчас мы его поставим на место. Вот так вот. И соберём. Защёлкиваем. Крепится всё это хозяйство с этой стороны. Вот две защёлки и одна защёлка с противоположной стороны. То есть, всё работает. И сверху уже как такой комбинезон химзащита надевается вот эта вот резиновая часть. Ну, собственно, она препятствует попаданию внутрь всяких частичек мелких, капель. Если мы под дождём разводим. Ну, вот, собственно, огниво собрано. Затем собираем китайское огниво. Так. Мы надеваем на него одёжку. Гораздо проще это делается, поскольку, как я сказал, же резинка здесь более эластичная. Она растягивается. В отличие от оригинала. Так. Ну, вот так вот это выглядит. Ну, вот теперь хотя бы она стала получше выезжать. Но, честно сказать, закрывается она... Не особо хорошо. Хотя вот держится. Давайте возьмём оригинал. Ну, очень похоже. Ну, вот, сейчас видно, цвет отличается, насколько вот этот всё-таки от оригинального. Давайте возьмём китайскую упаковку от посылки. И подчиркаем немножко. Это оригинал. Главное, не поджечь. Ну, оригинал я уже показывал. Давайте. Больше интерес всё-таки вызывает китайца. Давайте китайцам посмотрим, чего он может предложить. Ну, а знаете, неплохо, я бы сказал. О, зажёг. Ну-ка, ещё раз. Пламя, получается, он горит. Ну-ка, оригинал теперь. Ну, оригинал тоже вот поджигает. Пламя. Главное, пожар не устроить. Чего крайне не хотелось бы. Чего-то я по китайцам давайте ещё. Ух ты. Ну, первое впечатление, первое впечатление у меня складывается. Очень хорошая китайца. Ну, это первое впечатление, то есть, это огниво уже я испытывал не раз. Оно себя зарекомендовало очень хорошо. Это огниво, вот, можно сказать, только из коробки. Только из посылки я достал. Но качество у него очень даже. Я достал свой компас, который на сто процентов не врёт. И вот компас, который непосредственно врезан в огниво. Можно видеть, что вполне рабочий компас. Хоть и маленький. Даже в домашних условиях он показывает верное направление. Что не может не радовать. Давайте вот этот свисточек я ещё проверю. Ашуша закладывает. Свистит отлично, свисточек. Ну, вот так вот. То есть, всё в данном огниве рабочее. И компас, и свисток, и само огниво. Ну, и самое важное, конечно, это цена. Поскольку цена у китайской копии, при том, что она полностью рабочая, в три раза ниже, чем у оригинала. Это очень большой плюс. Но, конечно, посмотрим, как оно себя покажет со временем. Не сломается ли оно, не выйдет ли из строя. Увидим. Если что-то произойдёт, я обязательно расскажу. Ну, и, конечно, покажу вам. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...